здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал и начну я пожалуй очень необычно наш обзор и это брошь люсинды как вы уже поняли наша дочь сидя на диване крутила одну из таких подобных брошей у нас их там несколько и увидела веб-сайт люсинды вышла на компьютер открыла ее веб-сайт думали там броши продаются или я не знаю да а там оказывается она уже броши не продает она пишет картины портреты и как говорится с ней можно договориться назначить встречу поговорить она такие наподобие шаржев рисует на лист на листочках допустим встречается на онлайн с семьей а потом рисует такое как бы их не лица но так все это на этом сайте видно можно посмотреть ее картины цены разные как грицет масштаба картины и так далее но вот эти портретики по моему их не простые и там они долларов пятьдесят по моему до акварельные или какие чего не знаю какими красками рисует видать на скорую руку у нее есть такой как бы и этот стиль и мы заказали ей вот только что наша дочь поговорила с ней я тоже там и на нее смотрел она на нас смотрела ну как бы в окошко это очень до через компьютер от открытый человек до женщина видно на немолодая уже до душевный открытый человек пошла нам навстречу и мы сделали маленький наш заказ персональный на небольшую картинку такую но попросили нарисовать брошь как будто те ее самую любимую брошь мы попросили нарисовать на картине на маленькой картинке такой да и наверное она была удивлена удивлена таким заказом на единственным не она сказала что у нее много работы и между большими работами она будет делать наш нашу работу мы сказали что пусть она не спешит мы не спешим да и когда мы с ней общались наша дочь она и показывала наши броши до нашу коллекцию и она была удивлена что мы столько собрали ее брошей и какая-то она сказала старенькая мы уже забыли какая а вот эту запомнили прям мы ее отложили сразу она сказала что она очень редкая 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 брошь именно это не знаю может их мало выпустили да если когда в обзоре однажды показывал об этой броши потом не регина сказала посмотри это крыша этого дома напоминает туфельку и действительно как бы каблучок и место для ноги действительно может такое совпадение может под туфельку сделано крыша было очень интересно мы так были впечатлением нам приятно было это общение и наш заказ взялась она выполнить чему мы очень рады как только мы получим конечно безусловно да и мы начали расспрашивать что да вы действительно у него была очень тяжелая жизнь действительно ее броши какой-то процент от продаж шел для бездомных но по-моему она так поняли она не жила в сан-франциско но около где-то небольшой недалеко от сан-франциско она действительно жила сейчас она живет под лос-анджелесом да сейчас под лос-анджелесом она живет ну естественно в своем доме да действительно она мечтала о доме и мечта сбылась такая история очень интересно а сейчас хотим вам представить вашему вниманию мне дочь помогает браслет так он выглядит на руке это уже находки продолжение до продолжение наших находок из лавки из винтажного ну конечно он очень красиво смотрится так сейчас попытаюсь его снять замочек у и а вот так понял браслет в хорошем состоянии имеется маркировка манели флоренс 24 карат плейтед давить это даже покрыта как бы ну да или напыление такое золото это золото напыление а сверху это кожа до думали что что может быть судя по всему кожа рептилии так скажем не возможно мы может быть даже натуральная но я не берусь конечно судить она уже потрескала до было бы не натуральная да может быть потрескалась а он как новый абсолютно прекрасном состоянии ну может никто и не носил действительно а здесь сверху как два звень и таки звенья цепочки крупные читают интересная находка удивительно да еще немножко хочу дополнить что ту дочка вышла на ebay и там у продавца одного такой же браслет он написал что это кожа змеи и изготовление италия этот браслет до произведен в италии европейская украшение до следующая наша находка у нас такие пусеты их называю гвоздики может быть это зажимы не для уха как я не знаю для крепления может набирочки такой подложки или и можно зажимать на землю до резиновые крупные такие я просто впервые такое увидел как-то удивился да похоже на основу серебра на маркировке я не нашел и горно хрустальные такие хрусталики шарики до подвес очки очень симпатичные милые следующее наше приобретение брошь кулон рыбка основа у нас имеет золотой тон а у нее брюшко тельце под нефрит или возможно даже и сам нефрит металл имеет брошировку детализация такая наша рыбка становится более реалистично здесь мы видим само крепление под кулон и иголочку без маркировки очередная наша находка брошь в виде цветка основа у нас имеет приглушенный золотой тон листочки имеют брошировку и так брошь выглядит с обратной стороны я вижу имеется маркировка от компании с 40 внутри могу только дополнить что иголочка подвесная немножко удивлен тем почему сильно удлинен этот шплинтик виднее такой штырёчек ну вроде как брошь не видно чтобы что-то не доставало в ней может для упора чтобы ровно стояло она как бы следующая наша находка это у нас кулончик великолепной жемчужинкой каплевидной а крепление под кулон у нас такое по мне так золото покрытие имеет и здесь имеется я не знаю может быть он родной может нет бирочка гарантийный талон гарантийный талон и действительно там что-то написано майорика да испания да испания ну в принципе похоже в общем то но на самом крепление я вроде не нашел маркировку маркировку ну все мы знаем это культивированный жемчуг который держится в секрете по моему до сих пор как они это производят практически как натуральный такой миленький маленький кулончик следующая наша находка брошь необычной формы скажу вам и с таким милым кабошоном изумрудного цвета взяты в крапаны и так брошь выглядит с обратной стороны имеется маркировка компания винард 12 крат покрытие золота единственное могу сказать что компания была основана в 1900 в 1946 по 1958 год мне тут дочка подсказывает а потом она еще раз открылась в 1964 в 2005 году закрылась дважды она открывалась и закрывалась интересная история да считаю очень интересная находка это брошь основа я так понимаю у нас из латуни выполнена видно брошь довольно винтажная без маркировки интересно так идет винтообразно как-то обратная сторона формы а вот вид спереди кристалл у нас имеет кобальтовый цвет необычную форму интересная гранка да гранка интересная я даже не знаю вот как будто какое-то сомнению не может кто-то потом это приклеил было ли родная этот кристалл здесь смотрится очень гармонично даже себя прав а может я ошибаюсь даже очень классно выполнены еще видите крепление для кристалликов на таких лучиках очень необычная брошь не знаю очередная наша находка брошь в виде цветка тоже лепесточки видите как будто они сделаны волнообразно натурально так на металле имеется брошировка так брошь выглядит с обратной стороны с обратной стороны у нас такой знаете глянцевый золотой тон блестящий подвесная иголочка и мы можем увидеть маркировку компания кора в квадрате копирайт я считаю что в прекрасном состоянии да прекрасное состояние потому что я думаю это довольно таки глубоко винтажная брошь судя по всему да следующая находка тоже смотрю брошь цветок довольно легкая как интересно расположились цвет эти лепесточки в два яруса прямо и кабошончик такой внутри цветочка такого вишневого цвета и так брошь выглядит с обратной стороны необычная застежка под иголочку типа с с очки и я думаю возможно может я ошибаюсь но судя по этому креплению неужели брошь антикварная вполне можно допустить и это да обратите внимание обратная сторона имеет тоже необычную форму необычный такой рисунок скажем тоже видит цветочка следующая у нас идет брошь планочка барчик возможно серебряная основа множество кристаллов я смотрю и так она выглядит с обратной стороны тоже мы видим здесь подобное крепление предыдущей броши даже имеется маркировка тоже допускаю что брошь антикварная ну давай говори следующая находка это дживанши спасибо сегодня сейчас помог внук мне он представил следующую нашу находку это компания дживанши как вы все уже услышали сами были удивлены этой находке этот целый сет у нас какой-то кристалл даже был выпавший мы его так поставили на место он вроде держится но его надо будет подклеивать очень приятная находка и состоит она из кулона небольшой кулон крепление для кулона довольно крупная и сама маркировка от компании дживанши там еще какая-то допись по-моему нью-йорк обратная сторона имеет брашировку кристалл и да кристалл у нас под аметист и прекрасные стекло серьги вернее клипсы да вот он этот кристалл и кстати когда мы увидели этот набор то кристалл мы не заметили что нет кристалла так а потом он отдельный был где-то в коробке хорошо что он нашелся этот кристаллик потому что такой кристалл найти довольно сложно сейчас я его открою безусловно все красиво и здесь с обратной стороны да накрепление маркировка да он тоже имеет оправа с обратной стороны как я уже забыл слышь что а брошировку брошировку металла не на счета это очень удачная находка конечно же прекрасно клипсы и кулончик еще стоит только подклеить кристалл и все все в сборе будет на этом дорогие друзья наш обзор подошел концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал всего вам доброго и до новых встреч я я и я и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok